В нашей Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина появилась новая книга президента Республики Казахстан Нурсултана Абишича Назарбаева «Эра независимости». 15 февраля состоялась презентация книги главы государства. Представители национально-культурных объединений Дома Дружбы, госслужащие, педагоги, библиотекари, студенты и общественность города Ускаменногорска были не просто гостями, а активными участниками прочтения и размышления по каждой главе книги. Молодые читатели библиотеки провели экскурс по главам издания, прошли по страницам истории становления государства, отвечая на вопрос, почему книга называется «Эра независимости», что мы прошли и создали за это время. На презентацию книги в библиотеку поступило видео-приветствие депутата Мажориса Республики Казахстан Манджакова Елина Сергеева. Добрый день, уважаемые земляки! Я очень рада, что у меня сегодня есть возможность вот так напрямую обратиться к вам и поприветствовать вас на презентации книги нашего Ельбасе «Эра независимости». Для нашего поколения эта книга как история того времени, через которое мы прошли. Для вас, на мой взгляд, эта книга — это открытие возможностей, приоритетов, ваших желаний, ваших перспектив, воспользовавшись которыми вы по-настоящему сможете быть успешными людьми, чего я вам от души желаю. О значении книги, о исторически-созидательном времени говорили гости, участники встречи. Здесь сидят представители старшего поколения. И для них книга — это, прежде всего, воспоминания, действительно, потому что они были свидетельны, как происходило созидание становления независимого, как я сказал. И мы должны, на самом деле, сказать большое спасибо, что устами президента книги, описанные историей того, как мы начинали путь великой страны. Эта книга, наверное, и для молодежи. Она и не верна, а точно для молодого поколения, которое должно знать свою историю. О том, что страна за 26 лет действительно сделала большую роль в своем развитии. То, что страна сделала большую успехи в экономике, политической успехи, на внешней политической арене. И самое главное, мне кажется, сохранила, прежде всего, вот этот свой стержень, свой неповторимый. Наш любой элемент развития — это толерантность, межконфессиональное согласие, межэтническая, межнациональная дружба. И я думаю, что мы все здесь присутствующие пришли сюда не по долгу службы, а то, что вот надо, кто-то там, извините, нам нужно как-то, как обязательство. Нет, мы пришли действительно увидеть, что президент нашей страны, с именем которого мы, прежде всего, связываем все свои большие успехи и становление самого независимого Казахстана, президент нам повествует о всех этапах развития нашего государства. Эра независимости, я думаю, что мы здесь видим не только как президента, о виде большого патриота, преданного идеям наших председаний нашей страны. И мне кажется, что вот не случайно у нас из старейших библиотечных библиотек Республики Казахстан, библиотеки Пушкина, в городе Уске, в Уске-Нагорске, мы здесь все собрались для того, чтобы просто проникнуть действительно ту тему, что история, хоть она и всего лишь независимостью 26 лет, тем не менее, она уже богата большими событиями, большими успехами, были, конечно, преодолены большие трудности. И я думаю, что мы все здесь, многие были свидетелями всему этому. Еще раз повторяюсь, что старшее поколение, перед которым мы догоняемся, оно стояло у истоков независимости от молодежи, которая сейчас действительно пользуется интернетом, смотрит все социальные вещи. Мне кажется, что она должна понимать, что всего лишь 26 лет. И действительно, нам все нужно почитать мигу этой независимости, которая действительно очень емко и простым доступным языком, указанным на всех вехах становления. Я думаю, что многие из нас подчеркнут все ценное, то, что есть в этом основе. Сердце мое предполняет чувство душной горпости за наш северный Казахстан, за тот путь, который прошли, мы успешно. Старшее поколение помнят, с чего начиналось у нас здесь, в Восточном Казахстане. Вот это книга, это уникальная книга, которая написана умовым сердцем нашей жизни, которым мы сейчас безумие прислушиваются. Я хотел бы, чтобы эту книгу прежде всего читала вся ваша новая. Чтобы мы не забыли сейчас о том, что сегодня собрались люди, которые, в основном, по телевидению, кто каким-то другим, через регистрацию массовой информации уже знают, надо, чтобы она стала достойной книгой нашего, достойной книгой нашего подрастающего поколения. Я от имени сегодняшних участников, слушателей, выражаю огромную желудованную данность в библиотеке имени Пушкина, на то, что именно здесь, здесь, взялись за эту сложную тему, она непроста, через Титро, у мое сердце каждого, что написано в этом замечательном. Курмель Тахалун, вот Лео Варганус, выступая, сказал, политическая часть нашей тех лет, а я хотел бы сказать немножко название. Уважаемые земляки, особенно молодежь, то, что он, по-саму, нечего дара, что рассказал со мной у сына, при среднем вас и в день ездить, когда первый раз президентом приехал в город Пушкиногорск, президент нашей страны, вот здесь несколько человек есть свидетель, для оборудованности, уже глазами многие из вас свидетели. Когда особо собираться, там нет, я была, это в зале городского отнимателя. Вы сообщил, чтобы это было? Да, в городском отнимателье. Вот, Асин Бекер, я знаю, фотографии меня, смеялась, говорит, что за пацан стоять там. И вот тогда, я буду считаю, в зале на октябре города, зная, честно скажу, мы не знали, чем покормить господи. Ну, есть, но не на сколько. Зал тоже знаете. Но, когда выступал в президенте, ты его города не вспомнишь, после окончания в президенте, выступления, вот так круглую серию, и он каждому, я вас пора на эту серию, вы тоже там, где же есть, он говорит, вот вы будете свидеть то, что сильно реальность жизни мы увидели. Так вот, я хочу сказать, что мы люди, которые тогда думали, а будем верить, это так. Вот я, во всяком случае, все не мог говорить, потому что я сильно преодолеваю. Но я как государственный слушатель, и вам честно, слово Баруя Сергеевна, мы одни свидетели, как только, как вы сейчас говорили, не хлеба толком не было, мы, Ростове Артемах, нужно было сделать книжку, но не здесь помните. Там выдавался сахар, лука, потом масло, по-моему, да? Мыло. Речки как там? Мыло, да. Как после войны. Так вот, я к чему-то говорю, мы сегодня это прекрасно понимаем. Даже посмотреть фильм, будем власти, мы говорим, книг президента, фильм, вспомните, так сложились с собой. Это же единственный, один человек, который действительно душой и телом болел за своего народа, хотел только трудно, только частицы в этом фильме показывают, как он пережил, как он стоял с теми, которые против боли его решений, как он выступал во всесоюзном трене-требойне, отстаивал права своего народа, свою республику. Поэтому я думаю, что мы обязательно еще раз прочтем. Я так думаю, что мы прочтем со знанием дела, даже в некоторых моментах, вспоминая, как когда мы жили, как работали, как с года в год повышался уровень жизни нашего населения, в частности, в Воспоршем Казахстане. Поверьте мне, это действительно так было. А вот мы надежим, сегодня надо не один раз прочитать, чтобы вы знали, как ваши отцы вместе с президентом строили эту нашу историю, которую сильно мы с вами гордимся. Так вот я хочу вам с вами пожелать Барву Харизу Адель Сау, Асмандару Ашстусу, и дарит Аллах, чтобы вы могли с нашим президентом дальше просветала наша история в Казахстане. Уважаемые коллеги, конечно, после столь представительных паразитов сложно что-то добавить. Мне остается как раз добавить то, что как представитель экологического предприятия мне особо гордо понимать, что президент свою карьеру начинал именно с этой логии. Он живой пример того, как можно построить себя как человека. Здесь у нас больше половины находится молодежи. Той молодежи, который сегодня знает Казахстан таким, какой он есть сегодня, и не представляет его совсем другого. Когда не было света, когда не было тепла, когда не было воды, когда нечего было кушать, когда на работу ходили просто для того, чтобы ходить и ждать какие-то талоны и так далее, и так далее. Это реальность. И мы сегодня говорим о том, что нам не хватает денег на айфон, мы не все дектора банков, мы не все можем управлять областью или еще и говорим о том, что вот почему Цахия такая власть. Но я бы сказал по-другому, а что вы сделали для кого, чтобы страна стала лучше? Каждому из вас дан огромный шанс президентам сделать себя и сделать эту страну лучше. Адитивно, я бы поставил сегодня Рафутана Пишича, возможно, на одну строку с тем известным политиком, с которым ассоциируется от отюрка. Но у нас с вами есть шанс смотреть не на того исторического лидера, который уже ушел, а на того, который с нами нам присутствует. Буквально недавно имел диалог с человеком, который когда прилетел из России в страну, говорит, «О, у вас аэропорт называется, но как махло». Я бы так «А вы что знаете об этом человеке?» Ведь это, наверное, огромная благодарность всех нас сказать спасибо живому человеку за то, что он сделал. За то, в какой стране все мы с вами живем и за то страну, в которой мы с вами зародимся. Поэтому, честно, я бы хотел пожелать каждому молодому присутствующему вести такую же любовь в сердце к своей стране, к своему народу, как Нажутан и Бишич Назарбаев. Если каждый из вас это любое будет, поверьте, Казахстан пойдет не только в 30-х, но я думаю, что он оставит позади 5-й далеко себя соседние государства и будет уже в пятерке лидеров. И это уже в ваших руках. И вот эту эру независимости уже будете строить вы. А мы уже на пенсии, как вот мои старшие коллеги, будем читать уже вашу историю и восторгаться за вами. Спасибо. Новая книга аккумулирует все главные события страны и демонстрирует, как много достигнуто за 26 лет независимости. И этим вдохновляет читателя. Дорогие друзья, книга главы государства эра независимости находится в фонде библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина. А ее электронную версию можно найти на персональной веб-странице главы государства и на сайте библиотеки Пушкина или скачать на мобильный телефон скидкода на бане, который находится в холле 2-го этажа библиотеки. Редактор субтитров А.Семкин